Стоит ли подвергать свою жизнь опасности ради хорошего улова? Этот вопрос до сих пор остается открытым для любителей рыбалки в Самаре. За последние дни в городе участились несчастные случаи. На тонком льду погибли люди. Раннее утро поселок Самарский. На берегу озера сельское кладбище на опытный рыбак Валерий Зейбер в приметы не верит. Он считает, с ним ничего плохого не случится. Доловить можно везде, надо только остерегаться. Брать с собой спасалки, лед предварительно пробовать. Если лед только 7 сантиметров, выходить нельзя. Из-за теплого декабря лед тонкий на всех водоемах. Корка предательски хрустит под ногами, кое-где можно даже разглядеть выступающую на поверхность воду. За моей спиной находится печально известное озеро Гатное. На прошлой неделе здесь погиб 82-летний мужчина. Провалился под лед. Но рыбаков этот факт не смущает, и они продолжают заниматься любимым делом, не думая об опасности. На противоположном берегу рыболовные снасти расставил Валерий Александрович. Мужчина признается, сейчас рыба клюет плохо, мало кому удается похвастаться солидными трофеями. Но заядлый рыбак выходит на лед практически каждое утро. За свою жизнь он тоже не боится. Лед очень толстый. Нет, все вот такие мелкие водоемы очень хорошо замерзли. Сейчас здесь не страшно, наверное, нормально. У сотрудников МЧС другое мнение. Каждый год они выходят на водоемы и разговаривают с местными жителями. Предупреждают об опасности, раздают листовки. Любителям рыбной ловли порекомендовал бы дождаться понижения температур, при котором встанет нормально лед, и рыбачить безопасно. Желательно брать с собой какие-нибудь средства, там, сани какие-нибудь, веревку, чтобы можно было выбраться. То есть обезопасить себя. Для того, чтобы выбраться из полыньи, существуют четкие алгоритмы. Их должен знать каждый рыбак. Если вы вдруг провалились под лед, то ни в коем случае не паникуйте. Необходимо всем весом облокотиться на твердую поверхность и постараться выбраться. Когда вы выбрались, не спешите вставать на ноги. Нужно перекатываться еще несколько метров по своим следам. По прогнозам синоптиков, по-настоящему зимняя погода придет в Самарскую область только в конце декабря. А значит, каждый раз, выходя на лед, рыбаки должны понимать, этот клев может стать последним. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. Анатолий Головко. Анатолий Головко. Продолжение следует... Продолжение следует...